всем привет всем привет здравствуйте я дам немножко времени подключиться приношу извинения маленькая задержка подключением будем ждать здравствуйте добро пожаловать я знаю что большинство будет все равно смотреть в записи поэтому я потихонечку буду представляться буду рассказывать о чем сегодня речь пойдет и потом начну свою презентацию меня зовут валерия генина я лицензированный гид в лондоне вот знаменитый синий значок если кто знает нас это это все я и сегодня в рамках рам марафона которые у нас о весне а любви о женщинах я решила сделать презентацию связанную с коронацией коронацией которая пройдет в великобритании этой весной я подумала какое какая хорошая оказия потому что любовь весна 8 марта это все конечно замечательно и мы много поздравляем друг друга и кстати вас всех с прошедшими с прошедшим 8 марта сегодня только лишь 9 мы еще на хайпе 8 марта так что всех поздравляю но еще раз повторюсь я решила что я буду отмечать это своим со своим разговором о коронации которая пройдет 6 мая в этом году этой весной ждем не дождемся ну что я смотрю народ подключается всем всем огромный привет всем огромный привет еще раз с чего бы мне начать сначала мне хорошо бы научиться шеф-вода видео съезд как вот можно переключить на свою камеру я сегодня специально выделила отдельную папочку и вот сейчас добавлю ну что я начинаю добро пожаловать на мою презентацию о коронации карла 3 самый животрепещущий вопрос я его даже повесила в stories приедут ли мэган и гарри об этом мы тоже поговорим в самом конце своего рассказа мы но буквально по посудачим посплетничаем поэтому если кто захочет ставьте вопросики ставьте плюсики если хотите услышать побольше современной части но так как это связано с коронацией я хочу рассказать во первых как мы готовимся к ней и это в рамках наших актуальных событий те что проходят сейчас в городе и расскажу немножечко об истории английских коронаций я не могу сказать что они особо отличаются от континентальных но с другой стороны ты думаешь одна из немногих монархий которая уцелела на земле а значит что-то за этим все таки может быть сакральная кроется у нас выпущена эмблема коронации хорошая новость о том что вот то что вы сейчас видите на своем изображении изображение коронационной эмблемы она доступна во первых доступна в интернете просто зайдите royal.com или забейте в google коронация она начнет выпадать ее можно использовать в любых целях и можно использовать в коммерческих целях да все что угодно лишь бы прославлять нашего короля сэр джон айви это дизайнер который работал над эмблемой явно карлопаль стил наш король будущий окей правильно сказать наш король нынешний и сейчас мы еще и об этом поговорим он же большой любитель зелени большой любитель растительной растительности всевозможной его даже у него здесь кличка есть три хага это значит обниматель деревьев но и вот посмотрите в центральной композиции у нас находится силуэт короны эдуарда исповедника эдуард исповедник это последний из английских королей англосаксонских королей и сомневаюсь что у него была корона такой формы но зато вот сейчас она трансформировалась 1660 года она такая кру укропненная я вам потом покажу изображение настоящей короны но пока что у нас только схематическое и здесь мы видим много растительных элементов если вы знаете вы это прочитаете мы видим нарцисс мы видим репейник трилистник и розу это все символы растений представляющих страны входящие в состав великобритании роза тюдоров репейник шотландии нарцисс это современное изображение уэльса до этого было лук-парей вот даже на платье королевы во время коронации был лук-парей еще и трилистник северной ирландии такие же красного цвета окружают корону и по периметру написано коронация карла 3 6 мая 2023 года правительство великобритания дает нам выходные подарили нам выходные послушайте коронация проходит в субботу воскресенье и так бы был выходной то есть суббота воскресенье так выходные дни но зато понедельник 8 мая для нас тоже выходной день ура чем будем заниматься 6 мая коронация 7 мая концерт который пройдет в замке виндзор и 8 мая так называемый big lunch это приглашение коммун то есть приглашение всех людей великобритании отпраздновать столь грандиозное событие ведь ждали ему его 70 лет пока была жива королева элизавета 2 и вот я говорилось и говорилось по фрейду буквально сказав что наш будущий король ничего подобного скончавшись королева 8 сентября 2022 года дала дорогу своему наследнику старшему сыну принцу чарльзу и это прописано законодательно то есть страна не может оставаться без монарха смесь от смерти одного монарха моментально влечет за собой вступление на престол следующего и потом это уже проходит через объявления в государственных учреждениях через объявления в сент-джеймском дворце и требуется еще какое-то время для подготовки для коронации а зачем она нужна вот даже в нашем современном виде ну взял бы карл надел корону как я надел бы корону и сказал ok я король и все было хорошо и в принципе он бы мог так сделать и все его последующие действия говорят о том что он хотел бы упростить эту всю систему хотел бы сократить церемонию потому что это все очередные растраты денег за которые можно монархи упрекать но мы еще поговорим о том что он сделает и как он к этому относится но и раньше же у нас не было телевидение газеты журналов кто знал как выглядит король и в общем-то коронация это подтверждение того что вот этот человек это есть монарх вот так чтобы понятно стало кто есть кто и человечеству это присуще пока мы жили в племенных группах выделялся лидеры этого лидера надо было как нибудь обозначить но давайте на него наденем церемониальный шлем или а окей давайте-ка мы на него и корону какую-нибудь на нацепим и вот эта история корон наде надевание корон она не английская она придет с континента но мы же знаем что и на континенте она появилась задолго до образования стран задолго образование княжеств королевств еще фараоны египта короновали друг друга римская империя этим баловалась в общем некий символ выделился кругленький шариком веночком наши в нашем случае корона и корона это латинское слово корона отсюда происходит коронация коронейшн и так коронация самое ранее в этой стране будет известно их несколько даже на самом деле но самое наверное такое важное они никогда не проходили в вестминстерском аббатстве то есть первое вестминстерское аббатство сейчас я найду следующее изображение изображение первого а может быть даже не присоединила не соль важно вот нашего изображения вестминстерского аббатство вестминстерское аббатство это коронационная церковь вот как мы ее сейчас называем но самая первая коронация в ней произошла лишь только в 1066 году почему так а потому что другой не было потому что не было аббатство были другие посылы и короли английские они не в лондоне всегда подсиживали поэтому мы знаем винчестер мы знаем коронацию в кингстона понтэмс и наверное такая одна из известных коронаций кто бывал в великобритании мы приют всегда приглашаем в экскурсии в город бат вот такое было бацкое аббатство в этом бацком аббатстве тоже произошла коронация эдгара в 973 году нашей эры епископом данстон данстон важный в основании вестминстерского аббатство когда еще в нем жили монахи то есть вот как то есть это какая-то королевская составляющая но так или иначе в 11 веке король эдуард исповедник просит разрешение у папы римского дабы не совершать паломничество в рим он построит церковь умничка такая построил церковь но он же строил себе усыпальницу в весьминстерском аббатстве он будет захоронен но не в этом прекрасном готическом храме существовал такой романский романской постройки тяжеловесной до сарочками с колоннами большими в таком стиле был построен храм и вот в 1066 году эдуарда исповедника там захоронят он также будучи ребенком клятвенно пообещал своему родственничку вильгельму вильгельм который получит в истории прозвище завоеватель он ему сказал ты знаешь вот если захочешь быть королем вот так если сложится обстоятельства и что моя семья руки выкинет викингов я стану королем англии ты можешь прийти и я тебе корону передам сказал эдуард исповедник и почил на этом основании то есть вильгельм абсолютно свято верил все это право в 1066 году он ворвался в эту страну и завоевал ее вот по праву завоевания мало того что он сказал все моё-моё-моё-моё по праву этого завоевания он также понял что чтобы его признали ему надо быть поближе к эдуарду исповеднику и его коронация в 1066 году пройдет весь минстерском аббатстве еще тогда бы в том стареньком и и и все вот с этого момента мы положим традицию 40 коронаций вот сороковая коронация которую мы ожидаем карла это будут коронации всех английских королей с времен вильгельма завоевателя храм перестроит вот следующий такой важный наверное для нас король это будет эдуард 3 простите генрих 3 генрих 3 в 13 веке модник эдакий из династии плантагенетов он хотел что-то в модном стиле такую новую новую церковь построить он строил не до своей коронации он сначала стал королем но вот хотелось ему все-таки получить в лондоне оплот религиозный наверно с целью попасть на небо опять же получая разрешение папы римского он начинает перестраивать вот тот старый храм эдуарда исповедника и появляется у нас уже вот эта ребристая готика край край красивенная 13 века и строил он ее сразу как коронационный театр весьминстерское аббатство в его в своем центре в средокрестье представляет собой театральную группу у нас даже хор не там расположен где обычно располагается хоры в готические храма это 13 век и конечно же генрих 3 будет захоронен там же где эдуард исповедник и он соорудил ему прекрасную конструкцию в которой хранятся мощи у нас же полностью сохранившиеся мощи эдуарда исповедника это что касается аббатство то есть как она выглядит 13 век еще раз запомним но и вот коронации продолжается и продолжается до того момента когда выделиться сама хронология событий коронация ричарда 2 уже выглядит в это 14 век тоже династия плантаген это выделиться некая книжица книжица которая называется либо регалис я вам покажу она у нас хранится 1392 года написано вот такие прекрасные манускрипты вот эта книга которая закрепила ход события коронации вот если бы мы с вами сейчас рассмотрели коронацию елизаветы второй поверьте она ничем не отличается ну окей маленькими маленькими деталями от хода событий те которые были написаны уже в этой липре регалис она хранится у нас в вестминстерском аббатстве все кто придет на экскурсию мы вам ее покажем так что ход событий прописан это я вас подготавливаю к тому что нам ждать 6 мая то есть как зачем на что стоит обратить внимание так давайте-ка взгляну какую еще я подготовила корона можно снять валерия уже достаточно какую я подготовила следующую картинку наверное вот так вот от нашего нашего уже короля под вижу и так когда наступит вот этот важный день все подготовки уже пройдут вот сейчас мы находимся в подготовительном этапе коронации но мы еще многого не знаем то есть еще не все до конца прописано например прописана музыка музыка которая будет исполняться во время коронации и вот ожидаемо если там с тысячу 700-х годов когда еще и первый георг из династии ганноверов перевозил сюда генделя и гендель уже для коронации георга второго в 1745 году напишет прекрасные гимны такие как задок деприста коронационный который известен на весь мир это я его включала если кто слушал в самом начале моей презентации это этот гимн будет исполняться но карл сейчас заказал еще несколько хоровых и инструментальных для органной музыки органную музыку под свою коронацию и знаете кто пишет коронационный гимн никто иной как эндрю лойд вебер тот самый как известный призраком оперы и мюзиклом кэтс или маршевый ход пишет патрик дойл это композитор который написал написал очень много музыки киношной для фильмов для сериалов включая гарри поттера представляете гарри поттер у нас будет наверно неправильно говорю ведь я еще даже сама не могу переключаться переключиться с принца чарльза до короля карла 3 надеюсь карл 3 у нас не полетит на метле нимбус 2000 или нимбус 2023 не полетит к алтарю это вот что касается музыки то есть в музыку мы уже знаем мы также вот вышла новая информация о том что масло для помазания освещено сейчас из иерусалима его будут перевозить сюда то есть это масло которое которым помазывают короля так что вот такие уже вот маленькие детали начали появляться но я вам расскажу что если вы даже прилипните к экрану телевизора или будете смотреть по интернету чего ожидать буду говорить пока что в лондонском времени опять же лондонское время там детали могут поменяться но такие главные 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 события я сейчас опишу в 830 закроется в висминстерское аббатство 8.30 утра это значит что все приготовления которые уже будут уже должны быть закончены там все что необходимо для коронацию к 8.30 уже будет закончена и дальше нам следует ждать процессе которая прибудет к висминстерскому аббатству процессии в разное время бывали разными и опять же букингемский дворец который мы сейчас знаем как официальную резиденцию короля великобритании не всегда же ею было значит короли переезжали из других дворцов доезжая дом и весьминстерского аббатства наиболее долгое время короли перемещались из таура крепость а урта которая находится на темпе и до 1660 года 61 году когда будет коронация карла второго вот тогда это будет последний ход из висминстер и из простите крепости таур до весьминстерского аббатства но сейчас мы будем смотреть ход из букингемского дворца в какой карете король будет передвигаться мы еще не знаем потому что у нас же есть коронационная карета но по всей вероятности и и будут использовать для переезда обратно в какой он прибудет мы не знаем но кроме короля мы же любим еще поглазеть понаблюдать кто там рядом будет ехать это вот тот вопрос который всех наверное и волнует а в гарри будет сидеть в карете или не будет ну а пока пока очередь дойдет до гарри должны пройти еще процессуально от букингемского дворца будут отъезжать сначала машины в которых будет сидеть майна роялс то есть мелкие как королевские особы к таким мелким королевским особам ну вот русский язык тяжело их перевести но я попробую то есть старшие члены королевской семьи к ним относятся вильям вместе с кейт к ним относятся дети королевы за исключением эндрю я не буду сейчас переключаться на его на эти сплетни все остальные как бы как запасные члены королевской семьи вот они называются майна роялс такими чуть чуть поменьше статусом и вот хорошими представителями это будут кузены или двоюродные братья и сестры королевы ричард клочестерский или майкл кенский эдуард керцог кенский принцесса александра вот они скорее всего будут на машинах и там дети их внуки их в зависимости от того кто будет приглашен еще вернемся к этому вопросу то есть вот они поедут на машинах после этого у нас будет в процессе участвовать commonwealth страны которые объединены в страны члены содружества нации к ярким относятся канада австралия новая зеландия вечные союзники великобритания их премьер-министры они тоже приглашены на всегда приглашаются на коронации так что они будут ехать возможно им выдадут флот флот карет открытых может мы увидим их в кабриолетах раньше также обязательно условия дают приглашение монархий мировых то есть в те страны которых сохранились монархии на сегодняшний день им будут разосланы приглашения и вот здесь мы как раз и посмотрим кого на сегодняшний день хотели бы приблизить к себе англичане какие страны будут присутствовать какие страны будут представлены но с другой стороны подумаешь не гоже все таки наверное монарху другой страны являться на коронацию другого монарха вот за этим последите то есть посудачить какая страна будет кем представлена да кто-то может отошлет дипломатов кто-то может быть это шлет наследников престола вот это мы тоже ожидаем после после дипломатов после стран членов содружества мы теперь будем уже смотреть на старших членов королевской семьи и тут мы уже точно говорим о каретах о всем будут этом флоте великобритании 130 карет хранится в королевской семье в разных местах так что у них будет прекрасная возможность прекрасное событие чтобы показать все кареты в своем в своем великолепии в своем достоинстве и это будет сопровождаться естественно кавалергардами и королевской гвардии которых мы видим сейчас на на плацах они все готовятся к этому чудесному моменту это можно сказать пик их карьеры поучаствовать в коронационном марше дальше я сказала кареты вот уже старших членов королевской семьи естественно мы потом пообсуждаем кто был во что отец и вот этот наверное эпизод и стоит упомянуть если если гарри пригласят из гарри пригласили гарри и меган пригласили если они принимают приглашение приезжают вот так члены королевской семьи отследите этот момент отследите куда их посадят вот в момент процессе уже будет сразу все понятно то есть если их процессе нет а приедут они на коронацию или нет мы наверное будем знать за пару дней до этого если их процессе нет они должны были приехать но тогда у них совсем плохи дела вот прям совсем плохи дела и с последней точкой будет двигаться монарх так как камила коронуется вместе с карлом а то мы ожидаем что они будут ехать совместно не каждый по отдельности вся эта процессия приблизиться к весьминстерскому аббатству длится это как правило недолго в районе от 15 минут до 30 минут потому что дорога там не такая уж длинная но есть некоторое место вестибюль вестибюль весьминстерского аббатства в который в это время уже от алтаря будут перенесены все регалии эти регалии впоследствии будут выдаваться выдающимся особом королевства это основном аристократия у каждого у каждой регалии некоторые из них мы обсудим есть свой собственный носитель тот который вносит меч тот который вносит скипетр державу и так далее вот каждый будет из них готовиться к этой процессе вестибюле и в ожидании когда приедет монарх и 1038 по лондонскому времени процессия начнет двигаться и это уже процессия не не передвижная да а та которая пешеходная та которая уже находится в аббатстве и движется в этот момент к алтарю тоже займет 20 минут естественно кульминации этого события будет появление карла карл будет вместе с камилой одеты в одежду аристократов а потому что они еще пока не коронованной если смотреть по аналогии с королевой елизаветы второй с ее коронацией она пришла в обычной красной мантии которую носят здесь члены аристократических сословий аристократического сословия вот как аристократы они зайдут как бы в одежде простых людей ну и дальше уже начнется действие то есть пройдя по главному папу по нефу нашего собора вот они попадают в сторону где находится алтарная часть а вот алтарная часть я уже сказала что весь минстерском аббатстве среда крестья не так обустроена как в обычной готической церкви то есть они пройдут через хоры и попадут на место где будет построено возвышение и на нем будет установлено кресло и мы сейчас говорим не о коронационном кресле мы говорим сейчас о обычном троне который будет использоваться в последний момент и этот трон это уже место где будут отдавать почести а ведь чуть дальше к алтарю у нас приблизится трон который является коронационным давайте вам покажу во-первых как сейчас выглядит трон коронационный ведь мы его готовим на последних экскурсиях когда мы ходили весь минстерское аббатство уже на него и немножечко было так страшненько смотреть а вот я повесил эту картинку сегодня в своих stories здесь у нас на фотографии которую я сделала сама можно разглядеть что коронационное кресло она в разобранном состоянии это кресло датируется концом 13 века построил его король эдуард первый эдуард первый известен как молод шотландцев он пытался захватить шотландию но у него это не получилось зато я покажу вам что что у него получилось захватить ну а пока что он изготавливает это кресло он хотел его сделать в бронзе как всегда не у монархов денег не хватило осталось она в дубе и конечно меньше всего в этой всей истории мы бы хотели чтобы этот дуб развалился будучи постройки 13 века так что несмотря на то что кресло про из про прошло очень серьезную реставрацию в 2013 году мы еще так посмеивость говорили что к карл посматривал на него заглядывался то его в этот раз решили все равно разобрать и укрепить на всякий случай так вот что чего здесь не хватает это посерединке вот если вам видно львы сидящие львы и львы являются подпорками поддержкой для конструкции кресла не хватает вот как бы сиденья сейчас посерединке вот под этим сиденьем это некая камера или место которое во время коронации вложит камень камень называется stone of scone я вам покажу копию его это копия находится в замке скон в шотландии отсюда его название ведь вот такой серьезненький полыжничек на 150 килограмм веса этот камень для шотландцев очень важная реликвия ведь эдуард молод шотландца в 13 веке пытающийся захватить шотландию не преуспевает в этом событии поэтому он кричал даже если я умру не хоронить меня меня варить мясо от костей отделяйте как кости в завоевательные погоды на шотландию и тут ему достается камушек камень захвачит нам аббатств из кун который шотландцы верят на нем устанавливали все короли шотландии он этот камень перевозит в англию их строит кресло которое может вместить в себя этот камень смотрите какой символизм английский монарх усаживается своим задним местом на камень судьбы шотландии вот одна из старинных фотографий 1937 года вот здесь видно где камень расположен замечаете как бы на полочке такой лежащий так что обратите внимание во время трансляции коронации будет ли камень лежать там в 1996 году джон мейджор это премьер-министр великобритании который искал голосов избирателей этот камень шотландцам вернул но с условием что на коронацию камень вернется весьминстерское аббатство вот это кресло так и будет стоять вот если сейчас посмотреть на перспективу куда она расположена то есть куда она смотрит он смотрит на алтарь и присмотритесь за креслом мы видим некие ступени вот если вы сейчас придете весьминстерское аббатство этих ступеней не существует их каждый раз строит то есть возводят возвышение на котором будет стоять кресло и то есть последний трон которому придут уже отдавать почести монарху а пока что на коронационном кресле вот где будет располагаться монарх и будет проходить большая часть элементов коронации перед перед креслом мы видим тумбочку небольшую с подушечкой приколенной ведь вот то что прописано как ход событий я сказала есть события описаны в книге коронации там и написано от а до яда вот с чего начнем чем закончим самый первый элемент коронации он называется же к гнишим узнаванием вот о чем мы говорили что никто не знал как выглядит король поэтому архиепископ кантерби кантерберийский который служит который проводит эту службу он берет монарха и показывает на все четыре стороны север юг запад восток вот это ваш король следующий элемент коронации это обед или дача клятва вот для этого тумбочкой нужна карл переместиться к тумбочке станет колено преклонно на ней лежит его клятва и на этой клятве тут же рядом библия он клянется клятва это известно потому что коронация елизавета 2 она была снята на телевидении мы это могли все услышать но если в двух словах кто говорит он приблизительно следующее вот все обещаю все обещаю ну вот все что обещал обещаю это соблюдать и господь меня храни вот это клятва клятва сверяется подписью я буду руководить этой страной до конца своих дней на под почему монархии не отказываются от престола ведь всем известен факт 1936 года когда английский король оказался от престола и эдуард 8 но эдуард 8 у нас не был коронован если бы он вот эту клятвочку дал ему бы уже было сложно выйти из религиозного обета следующий момент это помазание но вновь освещенное масло которое из иерусалима следуют к нам это уже новое масло некоторые короли использовали одно за другим и в наших смешных историях о коронациях существует например история о том как королева александра супругой эдуарда седьмого сына королева виктория вот она попросила чтобы ей накапали как можно больше масла у нее был парик она хотела чтобы она прочувствовала как как будет масло проходить через чтобы она достигла ее чела но что-то не получалось архиеписк пока контрберийского и он там чуть ли не всю ампулу вылил на нее в общем масло едет и масло как нам сказали экологически чистая добыта всеми экологичными на сегодняшний день известными способами и самое главное не включает себя растительных жиров больше что относилось раньше к растительным жирам говорят даже сперма кита и то у нас было масло для помазания помазание осуществляет архиепископ гонтерберийский и так как это сакральное событие это событие перед богом то есть монарха помазывают направление то это то в этот момент монарха накрывает накидочкой кто держит накидку вот некий как знаете как шалашик что ли такое кто удерживает эту накидку это выдающиеся люди королевства и наверное если вспомнить в историческом контексте это рыцари рыцари ордена подвязки например держали появилась появился слушок что камила попросила чтобы ей держали эту накидку ее внуки вот у нее же есть дети от первого брака у этих детей и свои дети и вот пятеро ее внуков она бы хотела чтобы они участвовали в церемонии коронации даже быть держателями накидки во время ее помазания затем пройдет так называемая инвеститура это когда монарху архиепископ гонтерберийский его помощники то есть мы ждем еще епископа дарыма епископа бата и уэльса которые будут передавать по очереди и такие регалия как дадут сначала скипетр затем дадут державу затем заберут державу дадут очередной скипетр другой же там скипетр милости затем меч как защитника мало того что защитника королевства так еще и защитника веры защитника правды и уничтожителя всего самого дурного если вы только видели этот меч усыпанный драгоценностями меч возвращается потом обратно на алтарь прикладывают шпоры прикладывают браслеты наручи делают их рыцарями как таковыми то есть инвеститура это есть как награждение как посвящение в рыцарство а затем последует у нас так помазание сказала сама коронация и вот момент коронации наконец-то наконец-то возложат корону корона непростая не корона то что за что используется вот во время открытия допустим заседания парламента или там официальных приемов есть специальная корона для коронации она датируется 1660 годом создана в момент восстановления монархии называется на корона эдуарда исповедника еще месяц назад мы не могли в тауре по присутствовать потому что в тауре корона это не было приходишь и главной коронационной короны нет вот она полюбуйтесь это дико обрез это ее символ на символики коронации коронации которую мы рассматривали в самом начале моего рассказа в этой короне 440 драгоценных и полудрагоценных камне на тяжелая она весит 2 килограмма 4 грамма известны факты что елизавета вторая занималась физкультурой чтобы выдержать вес этой короны специально укрепляя шею и даже говорят корги своих кормила в короне чтобы разрабатывать мускульную массу насколько правда это или нет я не знаю у нас есть дубликаты этих корон можно было бы потренироваться необязательно в настоящий но вот она красавица она подогнана сейчас уже под размер головы карла и отреставрированная почищенная находится в тауре хранится в тауре вот ее и будут возлагать на чело карла в этот момент когда только ее возложат все аристократы поднимут свои коронетки и будут кричать господи храни короля на боже царя храни боже храни короля так как камила у нас коронуется параллельно с карлом то тут мы ой только чего не наслушались по поводу короны ведь в историческом контексте у нас только один раз было когда короновали короля и королеву одновременно и они одновременно правили камила она все еще является она будет королевой консортом то есть это значит королева не по своему праву там то есть она не не сможет править после смерти карла после смерти карла по акту а престола наследия престол переходит сыну карла вильяма но вот в момент коронации как уж мы корону наденем и долго этот вопрос обсуждался потому что в разряде камней которые присутствуют в королевской сокровищнице есть очень знаменитые камни вы возможно слышали о камне который называется кулинан в 1902 году он найден провинции трансваль южная африка и передан на хранение подарок британскому монарху за то что британцы победили в англобургской войне той самой южноафриканской войне но это конечно немножко до смешного доходит камень называется кулинан еще раз повторюсь или звезда африки он весит 3106 карат этот камень впоследствии будет огранен то есть он расколот ограни он получилось из него много 9 больших камней 96 малых камней 90 вот те большие 9 камней два из них входят в королевские регалии которые вы увидите даже во время коронации но мы их тоже с вами наблюдали когда погибла попросите когда умерла королева елизавета вторая на ее гробу были расположены королевские регалии и там была ее имперская корона который находится звезда африки 2 317 карат и лежал королевский скипетр в котором находится кулинан звезда африки 1 530 карат то есть вы их еще раз увидите во время коронации а что же с другими камнями а вот другие камни но получается видели только лишь иногда окей же на ли если королева на прием одевала 3 и 4 как брошенки а вот 34 взгляните это на короне которая сейчас у вас на изображении ровно посередине есть форме креста у встроен круглый камень это не он это место для камня который называется кохинор я сейчас его опущу а пока что глазки опускайте вниз если идти к ватку короны перед горностаем мы видим маленький такой бриллиантик вот это маленький звезда африки 4 в среда кресте наверху короны у нас находится капелька вот эта капелька звезда африки три вот эти два камня иногда совмещаются в брошь и королева часто носит вот их и называют бабушкины тядьки может быть вы слышали такое выражение queen's chips мелочь мелочи такая мелочь пузатая по по 100 карат и никто уже это не считает другое дело 500 и 300 но кохинор кохинор вот тот который должен быть в круглом ипостасе вот вся эта корона который вы сейчас видите она называется корона королевы мэри она была изготовлена в 1911 году для индийского дарбара это момент когда британские монархи становились императорами индии а их не так много было императоров королева виктория первая императрица а дальше ее сын и дальше внук вот внук георг пятый для индийского дарбара он будет коронован именно в индии как император и архиепископ кантерберийский наотрез отказался отдавать регалии регалии по законам этой страны не вывозные они не могут путешествовать поэтому изготовили дополнительный набор корон для георга пятого и его королевы мэрии вот эту корону королевы мэрии вы сейчас и наблюдаете то есть это ее корона которая включала набор приятных камушков и включала индийский камень индийский камень кохинор кохинор я наверное не буду останавливаться на его истории приезжайте к обеда экскурсию таур во всех подробностях расскажу как его отжали ум индия индия пытается вернуть этот камень вот чтобы не вызывать противоречий во время коронации кохинор не будет вставлен в эту корону он останется в короне королевы матери которой он сейчас и находится с прекрасно в целости и сохранности в тауре но если бы мы с вами увидели эту корону в тауре вот корону королевы мэрии которая сейчас там не находится она на реставрации но если бы мы приехали бы на экскурсию и зашли бы посмотреть на нее у меня не было бы даже времени вам рассказывать о том что мы смотрим не настоящие камни ведь великобритания во все времена кричала вот все что мы вам показываем в тауре это все настоящее все все настоящее 530 карат 317 карат все золото золото за исключением вот этой короны то есть кристаллы которые имитируют кулинан 3 кулинан 4 были вставлены баба в обычное время то есть мы вас не обманываем но вот так получилось ну что все-таки все остальное же бриллианты нормально сойдет но обращайте внимание на коронации камиллы мы будем наблюдать именно за этой короной в которой будут находиться два настоящих звезды африки для настоящей звезды африки посмотрю что у нас еще осталось из из корон значит будет мы короновали и пришло время платить хамаш хамаш это это когда аристократы приходили и платили свою дань то есть они не платили деньгами они отдавали свою лояльность королю и поэтому коронации раньше они длились неделями потому что пока все аристократы не приедут и не повидают кто их монарх коронация все продолжалось но наше время и уже во времена елизаветы это была все укороченная церемония первым отдавал елизавете второй почесть ее муж как представители герцогов он же герцог единбургский был принц филипп вот в этот раз мы ожидаем что первым придет отдавать почести отдаст почести вильям отцу сын придет покланяется а следующий за ним вот исторически сложилось что шли герцог йоркский герцог сасекский герцог йоркский это у нас принц эндрю прославившийся своим скандалом с малолетними американская история и вот вторая американская история это герцог сасекский то есть их уже пропускаем но все же представитель будет представитель герцогов представитель маркизов графеев виконтов и баронов в общем сложности шесть человек придут им отдадут свое почтение ну и все и пора домой пора домой баеньки пора садиться на карету и от и отправляться домой и наверное правильнее бы было сейчас показать вам карету который поедет монарх вот эта золотая карета и которые находятся обычно на хранение букингемском дворце там часть нашей экскурсии когда мы ходим в королевские конюшни сусальное золото она весит 4 тонны но если приглядеть за ее рессора она же не современная такая карета датируется 18 веком у нее рессора висит на ремешках вот например если смотреть ближайшее к нам колесо некая такая как палочка она на изображение видится это подвесная часть ремня который удерживает карету как королева елизавета вторая писала она сказала это было самое тяжелое путешествие моей жизни карету раскачивает поэтому видимо чтобы головушка не разболелась у карла до коронации принято решение что он в ней не поедет а поедет уже в обратный путь и тогда обратный путь уже будет включать маршрут мы еще до сих пор не знаем нам еще нет не подтвердили какой маршрут будет включен но во времена елизаветы второй она не возвращалась тем ходом как приезжала она поехала немножечко по городу это вот в сторону пикадилли по риджин стрит немножко оксфорд стрит и потом через триумфальную арку веллингстона возвращалась букингемский дворец это будет здорово если карл последует вот этой традиции и покажет себя еще в городе это значит что все путешественники кто будет находиться в этот момент в лондоне выходите на улице у вас есть реальная возможность увидеть правящего короля во всей красе буду ли я это делать i don't know скорее всего что не буду все последние свадьбы похороны я старалась смотреть у телевизора чтобы не пропустить малейших мельчайших деталей но к слову сказать заметила также что я потом пересматриваю в любом случае в общем я не знаю я еще не приняла решение если найдется кто-нибудь желающий я может быть и сопровожу посмотреть саму процессию а вот во времена королей таких как георг четвертый это вот самая такая одна из помпезных коронации будет проведен банкет вот сейчас уже банкета не будет это точно то что принц чал сокращает экономически все вот все возможные расходы на коронацию включая количество приглашенных гостей если даже на коронации елизаветы второй у нас было восемь тысяч человек в висминстерском аббатстве только то мы знаем что по правилам техники безопасности на сегодняшний день без строительства трибун только две тысячи человек может разместиться и это столько людей будет на коронации карла карла третьего то есть смотрите это будут самые ну вот наверное самые знаменитые люди планеты и банкета не будет такого дорогостоящего как мог по себе позволить георг четвертый вот например георг четвертый проводил свой банкет в зале который называется восьминстер холл восьминстер холл это зал в котором лежало тело королевы она находится недалеко от восьминстерского аббатства и сотни людей сотни блюд 160 накрыты на нижнем ярусе нижний ярус могли посещать только лишь мужчины женщины сидели на балкончиках и когда уже закончился банкет женщины могли спуститься и может быть им еще что-то досталось это был последний раз когда на банкете мы при мы узнаем что присутствовал так называемый королевский чемпион королевский чемпион это такой себе победитель победитель мира победитель соревнований или человек выбранный лично королем как сильный воин мы статуи королевского чемпиона видим в замке виндзор он облачен в латный доспех выходит на середину зала во время банкета и бросает рукавицу то есть он снимает себе перчатку и говорит если у кого есть право сказать почему этот король не может быть королем помните как в свадебной церемонии если у кого есть какие-нибудь свидетельства что они не могут быть мужем и женой вот то же самое и и если такое существует там типа я вот перчатку бросаем и вот в тот момент когда он бросает перчатку бьет о пол то есть больше возражения не принимается король установившийся но доход доходило иногда закричь до смешного вот например есть факт когда во время во время выхода королевского чемпиона он бросает перчатку да так ее в сердцах кинул что сам выпал из седла и как букашка болтался не мог встать и в латном доспехе во время же коронации георга четвертого тоже смешное событие королевский чемпион оказался не таким уж чемпионом а просто выбранным аристократом самим королем назначенным у него своей лошади не было поэтому он в ближайший цирк забежал и в цирке эту лошадь взял в аренду и когда лошади когда надо было выйти и вот это все произнести он произнес вроде бы как с честью и достоинством бросает перчатку люди начали аплодировать лошадь подумала она выступает и пошла показывать свои трюки все что она умела нынче королевского чемпиона мы не ждем но карл провел вот новую такую идею о том что люди вы люди вы сами можете назначить чемпиона напишите в администрацию короля это можно тоже на веб-сайтах найти и мы этого королевского чемпиона пусть там не на лошади выезжает она это будет королевский чемпион чемпион коронации это вот такая идея взаимодействия с народом населения частью коронационного уикенда для нас сейчас является так называемый big ланч big ланч это ланч который нам всем предлагают провести это инициатива во время этого ланча мы будем приглашать гостей приглашать соседей и скорее всего на улицах я уже клич кинула по своим всем по своей деревне мы точно будем проводить этот ланч не знаю когда 6 или 8 числа но это всегда здорово вот такие же ланчи у нас были во время празднования правления елизаветы 2 во время свадьбы принца вильяма и кейт миддлтон это вот некое единение нации и тут же же раз и королевский чемпион чемпион коронации когда карл заедет букингемский дворец следующий у него будет выход на балкончик то та фотография которой мы привыкли выход на балкончик королевской семьи вот он поприветствует народ уже как новый король и люди будут кричать и благословлять его да здравствует наш новый король карл 2 и скорее всего будет еще пролет авиации именно верно радостно за карла что впервые поднимет глазки вверх стоя на балкончике букингемского дворца где он бывал несметное количество раз начиная от детского возраста но только сейчас в возрасте 74 лет этот балкончик этот пролет авиации будет посвящен лично ему вот на этой мажорной ноте я буду с вами прощаться все что знала на сегодняшний день о коронации рассказала если есть какие-нибудь вопросы буду готова ответить я знаю что нас большинство будет все равно смотреть в записи ребят звоните пишите я всегда на связи зовут меня валерия генина еще раз повторюсь всех люблю целую пишите я пока буду пытаться сохранить эфир пока пока бай бай